Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Армейский закон, антитабачный декрет и размеры пособий и пенсии. Расскажем о важных нововведениях в Беларуси. Десятки выездов за сутки и каждый с риском для жизни. В республике отметили день пожарной службы. Видеоконтроль 24 часа в сутки, 365 дней в году. Бобруйские школы готовы встретить день знаний в полной безопасности. Акции, специальные предложения и модные новинки. Покажем, чем готовы порадовать покупателей торговые объекты города. Одна четвертая «Айронмен». Андрей Ревякин принял участие в Минском триатлоне. С каким результатом финишировал «Бобручанин»? Сочный сезон. В Бобруйске началась проверка торговых объектов по продаже арбузов. Начнем программу с августовских нововведений, которые анонсировались на этой неделе. С 1 августа в Беларуси вырастут пенсии. Как трудовые, так и социальные. А еще повысят пособия на детей. Со следующего месяца также изменятся минимальные потребительские бюджеты. Итак, обо всем по порядку. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения будет чуть больше 230 рублей. То есть прибавка будет почти 7 рублей. Для разных социально-демографических групп процент увеличение БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания, а также расходов на продтовары. Новые размеры бюджета прожиточного минимума будут действовать до конца октября. Из-за роста БПМ индексируются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, пособий по уходу за инвалидом первой группы и пособий с семьям с детьми. Из других новшеств Беларусьбанк пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков. Также на этой неделе президент утвердил резонансный документ, так называемый закон об отсрочках. Уже этой осени он коснется трех тысяч парней, а весной следующего года в армию пойдут полторы тысячи человек. Это прогнозные цифры. Основное изменение. Отсрочка от призыва для продолжения образования можно воспользоваться только один раз. Например, чтобы после школы поступить в училище или колледж. Но дальше перед поступлением в ВУЗ уже придется отслужить. То же и с магистратурой. Кроме того, сократился срок обжалования решения призывной комиссии в суде с месяца до недели. Люди, которые не отслужили, не имея на это законных оснований, теперь не смогут поступить на госслужбу и службу в силовых ведомствах. А тем, кто косит от армии, смогут запретить выезд за границу. Принятие закона объясняет активизация военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, есть демографическая проблема. Стало существенно меньше парней призывного возраста. Одновременно число категорий граждан, которые по закону не идут в армию, наибольше на постсоветском пространстве. У нас 76 таких категорий. Для сравнения, в России таких категорий 22, в Украине 30. В результате, в осенний призыв прошлого года в армию ушли 10 тысяч человек. 37 тысяч воспользовались отсрочками. Из них 30 тысяч для получения образования. Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, которое ожидается на днях. Тех, кто уже учится, он не коснется. А вот тем, кто поступил или собрался учиться с 1 сентября, отсрочка, если она у студента или магистранта вторая, уже не будет положена. Призывные комиссии начинают свою работу в августе. И еще один из нашумевших документов – антитабачный декрет. Он вступает в силу с сегодняшнего дня. Белорусские власти поставили перед собой цель с помощью этой инновации – последовательно ограничивать доступ табачных изделий и предотвратить негативное воздействие курения на здоровье горожан. Под запретом для курильщиков, согласно декрету номер 2, теперь пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет, рынки и торговые центры, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения. До 27 июля в поездах, которые следуют в Россию и Украину, курить разрешали до границы. Так вот, с оступлением в силу декрета во всех международных поездах курение будет запрещено, если только в составах не оборудованы специальные для этого места. Все ограничения касаются и электронных сигарет, рекламы и продажи в интернете, парогенераторов, а также жидкости к ним будет запрещена. Детям до 18 лет вейп не продадут. Протоколы об административном правонарушении составлять будет милиция. За курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин, на сегодня это 102 рубля. Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Какие еще новости мелькали чаще других в лентах информагентств? Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. Президент подписал закон о внесении изменений в трудовой кодекс, одна из главных новаций и глава, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении дистанционной работы. Закрепляются также дополнительные социально-трудовые гарантии. Это, например, предоставление отцам по их желанию отпуска до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка. Кроме того, увеличен минимальный срок контракта, на который возможно оформить рабочие отношения с добросовестными работниками. Закон об изменении уголовного кодекса тоже подписан. В новой редакции сократили минимальный срок наказания за незаконный оборот наркотиков. Если ранее нижний предел был пять лет, то теперь это три года. Кроме того, вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к допингу и за реабилитацию нацизма. Минобразование утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году. Девятиклассники будут сдавать белорусские и русские языки, а также математику. Одиннадцатиклассники – математику, белорусский или русский. На выбор устно – иностранный язык и историю Беларуси. Те же, кто обучался на языках национальных меньшинств – польском или литовском, дополнительно будут сдавать письменные экзамены. Выпускники школ и гимназии со статусом в колледже искусств пройдут экзамен по одному из творческих предметов. В Беларуси приступили к реализации закона об амнистии. Специальные комиссии при участии прокурора изучат дела заключенных и с каждым проведут индивидуальные беседы. На смягчение наказания или освобождение могут рассчитывать только положительно характеризующиеся осужденные, которые полностью возместили ущерб. Всего амнистия затронет около 6 тысяч человек. Это так называемые льготные категории. Родители детей до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, люди с неизлечимыми болезнями, беременные, а также те, кто имеет заслуги перед страной. Всем освободившимся специалисты готовы оказать помощь в бытовом и трудовом устройстве. В Минске состоялась церемония бракосочетания под водой на глубине нескольких метров. Молодожены в свадебных костюмах дали клятву верности и с помощью специальных табличек обменялись кольцами и даже исполнили первый танец. Сама свадебная церемония прошла по всем канонам. Для поздравления молодоженов гости даже погружались под воду, а в завершении подружки невесты ловили букет. На неделе профессиональный праздник отметили те, кто ценой своего здоровья, а порой жизни ежегодно спасает тысячи людей. 25 июля 1853 года началась история пожарной службы. Уже 166 лет огнеборцы нашей страны не только укращают пламя, но и выполняют весь спектр спасательных работ. Без страха и только с любовью к людям. Сегодня пожарная охрана Беларуси – это мощное подразделение МЧС, имеющее современную технику и оборудование для работы в любых сложных ситуациях. В настоящее время в ведомстве созданы и функционируют 17 спецслужб. Для повышения квалификации кадрового состава на территории республики функционируют несколько учебных заведений по подготовке специалистов этой сферы. И новые поколения спасателей продолжают важное и доброе, но трудное дело своих предшественников. А тех, кто не считаясь собственной безопасностью, личным временем и рисками выполняет благородную миссию. Ангелина Дикон. Ян Власов – потомственный пожарный. Парень еще с детства был увлечен профессией дяди. Со взрослением желание бороться со стихией не прошло. Учеба, долгий и сложный отбор – в 2018-м мечта исполнилась. Ян пополнил ряды бобруйских огнеборцев. Личной статистики спасенных жизней боец не ведет, но не без гордости констатирует – он на своем месте. В качестве подтверждения только факты. 22 июля парень спас пассажиров общественного транспорта. Услышал в салоне запах гари. Обратился сразу к водителю, попросил остановиться. Водитель не препятствовал, остановил транспорт средства. Вместе с водителем эвакуировали людей. Затем попросил его огнетушителя водителя. Водитель обесточил транспортное средство. Я тем временем тушил электропроводку. К моменту прибытия на место пожарных расчетов ЧП было ликвидировано. В результате верных действий Яна и водителя удалось избежать возможных страшных последствий. Как признался начальник пожарной аварийной спасательной части номер 4, любой спасатель на его месте поступил бы так же. Ведь в Бобруйском ГРОЧС каждый – пример силы и характера. Нет у нас людей, которые обладают физической силой и в то же время боятся чего-то. Совокупность положительных качеств. Всего безопасность в городе и районе контролирует почти пять сотен сотрудников. Только в этом году они 146 раз выезжали на оказание различной помощи населению. 20 человек эвакуировали из горящих квартир и задымленных домов. И 72 спасли от неминуемой гибели. Профессиональный праздник. Многие удостоились новых званий и ценных подарков. Добрые слова спасатели принимали и от почетных гостей, и руководства. Всем работникам Бобруйского ГРОЧС, всем работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям, членам их семей, хотелось бы пожелать крепкого здоровья, традиционно сухих рукавов, успехов в работе для того, чтобы наш труд всегда был оценен. Главное, чтобы он оценен нашими гражданами, гражданами нашего города. МЧС – это не только пожарные, но и пропагандисты. От качества их работы напрямую зависит статистика происшествий. Подполковник внутренней службы Дмитрий Сказов в опросах профилактики ведущий за 21 год службы сразу в роли водителя, затем инспектора, повидал всякое. И сегодня посредством фото презентует обратную сторону жизни спасателей и учит безопасности детей. Его работы – достояние республики. Архив Бобруйского ГРОЧС делает и фотографии из каких-то чрезвычайных ситуаций, это как спасатели обучают людей, чтобы не допустить эти чрезвычайные ситуации. Это работа с детьми, тренировки спасателей. Фотографы, рекордсмены книги рекордов Гиннеса и артисты – все это сотрудники Бобруйского отдела. Лучший пропагандист области Евгений Товстик тоже творчески подходит к работе. Параллельно с проведением многочисленных акций он подогревает интерес к службе через песни, исполняет их в группе «Файрбэнд». Главное пожелание праздничного дня с сухих рукавов уже начало исполняться. Пожаров в действительности стало меньше. Но только спасатели знают – это не случайность, а результат слаженной работы команды профессионалов. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Защита и контроль учреждений образования города практически на 100% оснащены системой видеонаблюдения. Во всех без исключения она появится до 1 августа. Мотив таких мер прост и понятен – сделать пребывание детей в учебных заведениях более безопасным, исключить все виды угроз, вплоть до распространения наркотических веществ или насилия и уменьшить риски ЧП. Камеры – это профилактическая мера. Зная, что территория просматривается, школьники стараются вести себя дисциплинированней и не пропускают занятия. К тому же записанная информация хранится как минимум 30 дней. Так что в случае экстренных ситуаций администрация или же правоохранители смогут промотать запись и восстановить хронологию тех или иных событий. День знаний в четвертой школе встретят уже под пристальным вниманием видеокамер. В учреждении образования внедрили новые технологии. Контроль 24 на 7. Это, как известно, не только мотив для дисциплины, учащихся, но и в первую очередь детская безопасность, помощь при чрезвычайной ситуации и пропускной режим. Вот, например, да, кто-то там спровоцировал какую-то конфликтную ситуацию. Это очень хорошо, что вот есть такая возможность как бы даже защитить себя в плане юридически. Прорабатывается вопрос по установке такой же системы видеоконтроля и в учреждении дошкольного образования. Это детские сады Первомайского и Ленинского района. На сегодня системой видеонаблюдения в Попруйске оборудовано 28 школ и 3 гимназии. Во второй, к примеру, контроль в режиме онлайн с октября 2018-го. Всего в учреждении установлено 8 устройств. Камеры охватывают наружную территорию, столовую, спортзал, холл и этажи. Со слов директора школы, в прошлом учебном году здесь обошлось без ЧП и хулиганства. Ведь ответственность осознают как ученики, так и педагоги. Информация выводится на монитор вахты, монитор руководителя. Просмотр видеоматериала осуществляется и сторожем учреждения образования, и руководителем. Доступ к любой записи за 30 дней, не выходя из кабинета. Это значит, что администрация школы в течение месяца может воспользоваться перемоткой и посмотреть, что происходило в конкретный день и конкретное время. Спроектированное оборудование, к слову, создано на базе РУП «Белтелеком». В учреждениях сейчас используют два вида камер. Наружные, так называемые антивандальные и купольные. Она имеет большие углы обзора для того, чтобы охватить большую территорию. Но скрепится к потолкам, то есть для внутренних помещений. Наружная, которая в данный момент имеет такую модификацию, она спроектирована на шарнированные свойства. И сделаны спецификации, ее настроены для того, чтобы снимать в уличных режиме при данных температурах зимой на ощупь 365 дней в году. После февральской трагедии в Столбцах, когда школьник напал на педагога и одноклассника, в Беларуси начали активно проверять учебные заведения. Мониторинг показал, что в стране не везде установлены тревожные кнопки. Что же касается Бобруйска, в этом вопросе нарушений нет. В каждой школе кнопки есть, а сработки по ним, как правило, только тренировочные. Группы задержания действуют слаженно. Время прибытия на сигнал тревога до 7 минут. Поэтому ребята у нас приезжают подготовленные, их специально обучают, вооруженные, соблюдением всех мер безопасности. В случае экстренной ситуации сторожу не придется звонить в милицию. Быстрого нажатия кнопки будет достаточно, чтобы предотвратить ЧП. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Европа изнывает от жары. Там фиксируют исторические температурные максимумы. Жители Сибири страдают от удушливого смога. Там горит 3 миллиона гектаров леса. И пока полиция выясняет подробности трагедии, в южнокорейском ночном клубе толпа гигантских панд закатила грандиозную вечеринку. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. Рекордная европейская жара сменилась грозами и ливнями. Температура во французских Альпах за несколько часов упала на 10 градусов. А дорогу участникам велогонки Тур-де-Франц перегородил грязевой поток. 30 градусов с чем-то во Франции воспринимается как долгожданная прохлада после рекордов, превышающих 40 градусов в тени. Тенденции, по словам представителей ООН, вызывают тревогу. Такими темпами в середине века подобное будет происходить каждый второй год. Жаркое и сухое лето испытывает и европейских фермеров из-за снижения уровня подземных вод. Зерновые высыхают раньше времени. Посевы вянут, деревья и кустарники хуже справляются с болезнями и вредителями. Удушливый смог и рекордная площадь пожара. В Сибири горит 3 миллиона гектаров леса. Едкий туман добрался до уральских городов и по Волжье. Местные жители жалуются на удушливую густую дымку. Из-за нулевой видимости закрыты два аэропорта в Иркутской области. В сети 256 лесных пожаров находятся под круглосуточным наблюдением МЧС. В тушении задействовано почти 3000 человек и более 300 единиц техники. Смертную казнь вернули в США на федеральном уровне после 20-летнего перерыва. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам. Уже в ближайшее время назначат даты для пяти признанных виновными в убийстве детей и пожилых людей. Отмечу, смертная казнь была запрещена с 2003 года в 23 штатах. Среди них Нью-Йорк, Нью-Джерси и Колумбия. В одном из ночных клубов южнокорейского Кванжу в результате обрушения двухэтажной конструкции погибли два человека, а еще 17 получили травмы. Балкон обрушился, не выдержав веса сотни людей. Всего в заведении в момент происшествия находились около 370 человек. Все пострадавшие – иностранные спортсмены. В настоящее время в Кванжу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Среди получивших травмы пловцы из США, Новой Зеландии, Нидерландов, Италии и Бразилии. Полиция уже задержала нескольких работников клуба, а также одного из совладельцев. Выясняется, имелось ли разрешение на установку балкона и соответствовал ли он нормам безопасности. В Китайском центре охраны и исследований гигантских панд произошло необычное мероприятие. Для местных обитателей устроили грандиозный праздник. Вечеринку дали в честь первого дня рождения 18 панд. На нее пришли животные, которые родились в период с июня по сентябрь прошлого года. 9 джентльменов и 9 леди, включая 3 пары близнецов. Сотрудники центра специально для виновников торжества приготовили торты из фруктового льда. К слову, на вечеринку были приглашены все, кто желал посмотреть, как отдыхают пушистики. Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики. И развивается сегодня как никогда динамично и стремительно. Ежегодно в стране появляются новые предприятия от магазинов шаговой доступности до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов. Более того, расширяется ассортимент товаров, повышается качество услуг и уровень обслуживания. Так где рады каждому покупателю и что готовы предложить, выяснила Мария Бересневич. Ольга Хаткевич пришла в джинсоманию в поисках идеальной классической модели. В этом магазине одежды покупательница впервые, но уже с порога отметила несколько плюсов. Большой выбор товара, приветливый персонал, хорошее обслуживание и доступные цены. Тем более, что дополнить образ можно сразу на месте. Продавцы помогут подобрать ремень, джемпер или джут. Теперь признается бобручанка за обновками только сюда. В других магазинах была, ничего я не подобрала по вкусу. Тут мне предложили, наверное, пять моделей, три из которых мне безумно понравились, но пришлось остановиться на одной. Классическая модель, без лишних деталей, темно-синий цвет за 60 рублей. Подобрать мужские и женские джинсы по стилю, цвету, а самое главное по фигуре и комплекции здесь может практически каждый. Размерный ряд от 42 до 60-го, ретро-классика, бойфренды, скини, слимы и джеггинсы. В джинсомании есть даже эксклюзивные турецкие модели. Они поставляются в Бобруцк всего в трех-четырех экземплярах, а это в разы уменьшает риск встретить прохожего в таких же брюках. Авторская работа обойдется модникам в 120 рублей. Есть различные карты рассрочки, то есть это карта халва, карта покупок, магнит, карта фан, то есть наличный, безналичный расчет, много чего. Ну и нашим постоянным клиентам мы делаем, помимо того, что скидки, есть еще дисконтные карты 5-7%. В продаже есть подарочные сертификаты на сумму 50 рублей. Ассортимент обновляется каждую неделю. В торговом доме «Стрелец» джинсомания работает с 10 до 20, без перерывов и выходных. Купить фирменные джинсы также можно в эстере и магазине «Тысяча мелочей». Мармелад Гутмут и Минтбир, рисовые шарики пяти вкусов, инь-янь и виноградные улитки с натуральным соком. Аппетитными новинками продолжает радовать красный пищевик. Наравне с ассортиментом прошлых лет фабрика выпустила сладости для потребителей с самым изысканным вкусом. Впрочем, о бобруйских сладостях наслышаны гурманы не только других городов, но и стран. Его распробовали на разных континентах. Зефир бобруйский – это лучший зефир. И когда приезжает моя сестра, придет из Америки, я ее в аэропорт везу в город с белорусской земли. Это зефир белорусский пищевик. Вот я ее в аэропорту встречаю этим зефиром. Но там она тоже находит возможность его купить. Мы любим этот магазин, потому что здесь натуральные всегда используются продукты. И вообще, как бы, я зефир люблю. И если я знаю, что есть такой красный пищевик, то, конечно, я покупаю только красный пищевик, а не другие. Сами живем в Минске. К родителям приезжаем часто. По ценнику, по бруське зефир почему-то дешевле. Наполовину дешевле. Поэтому стараемся приходить. Зефир свежий, вкусный. Пробовали российский, в Европе пробовали зефир. Не то качество. Красный пищевик лучше. Кондитерская фабрика расширила линейку зефира в шоколаде. Теперь он с ванильным и лимонным вкусом продается на развес и в упаковке по 230 граммов. Белые сорта сладкого и нежного лакомства с неожиданными гранатовыми, грушевыми и морковными нотками. А еще предприятие вернулось к выпуску пастилы. Все по классическим рецептам, но с разными ароматами. Яблоко, малина, клубника и лесные ягоды. Все остальное, что выпускало предприятие, в общем-то, у нас представлено в магазине по максимальному ассортименту. Наши технологи работают над новыми видами. Совсем вот буквально перед уходом в отпуск мы выпустили кофе в шоколаде. Очень пользуются спросом. Наши, в общем-то, покупатели распробовали товар и постоянно его спрашивают. И также клюкву в шоколаде. Торговый павильон «Красный пищевик» на Социалистической 94 работает с 9 утра до 8 вечера. Каждые две недели здесь приятная цена на воздушное лакомство, мармелад, драже и халву. Сейчас ладкоежки могут порадовать себя зефиром в шоколаде всего за 7 рублей 10 копеек. Продлится такая акция до 11 августа включительно. Выбрать практичный подарок и обновить внешний вид смартфона поможет позитив сервис. Магазин предлагает широкий ассортимент модных товаров для гаджетов. Колонки, селфи-палки, защитные стекла, беспроводные наушники, геймпады и пауэрбанки. Здесь даже бамперы на любой цвет и вкус. Светящиеся в темноте с элементами антистресса и просто брутальные. Для любителей караоке блютуз-микрофон. Такой девайс любителям всеобщего внимания, например, обойдется от 35 рублей. Можно подключить через блютуз, можно вставить флешку, точно так же как SD-шка, так же и USB-шка. И все, то есть включили. Позитив сервис также специализируется и на ремонте различной техники. Здесь все быстро, по демократичным ценам и с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Опытные и квалифицированные специалисты ведут в строй телефоны, планшеты, навигаторы и ноутбуки даже с, казалось бы, самыми безнадежными поломками. Начиная с самых простых, это обрезка сим-карты, настройка телефона и заканчивая сложным ремонтом. Это электрический ремонт платы или достать информацию с устройства, которое уже фактически мертвое. Естественно, на складе у нас достаточное количество запчастей, и поэтому большинство ремонтов мы стараемся произвести в самый короткий срок. Потому что клиент, который сдает телефон, мы себя уже без телефона просто представить сейчас не можем, поэтому стараемся сделать все быстро. Есть такая услуга, как срочный ремонт, если того позволяет устройство, технические возможности. А еще в бутике, который расположен в торговом центре «Вестер-1», можно бесплатно подзарядить мобильный телефон и воспользоваться Wi-Fi. Постоянных клиентов здесь также ждут приятные бонусы и скидки. Работает позитив сервис с 10 до 21 часа. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итог недели. Тысячи спортсменов из 11 стран. Три дисциплины и одна на всех воля к победе. В минувшее воскресенье в Минске завершили соревнования по триатлону «Айронмен-2019». Масштабная гонка, напомню, стартовала на Минском море и завершилась возле Дворца спорта. Интересы города на Березине в этом старте отстаивал Андрей Ревякин. Нам удалось застать спортсмена на Малой Родине лишь перед эфиром. Об успехах бобруйского железного человека и истории его побед над собой Ангелина Дикон. Это была одна из самых сложных дистанций в триатлоне. Одна-вторая «Айронмен». Ее Андрей Ревякин за несколько месяцев до Минска и прошел в Эстонии. Для легкоатлета это был первый серьезный старт. 1900 метров в плавь, 90 километров на велосипеде и 21 километр бегом. Он преодолел за 5,5 часов. Всего на 60 минут его результат отставал от профи. К июльской дистанции в столице Беларуси Андрей был готов и морально, и физически. 950 метров плавания, 45 километров велосипеда и 10,5 километров бега. Финишное время 2 часа, 21 минута, 20 с чем-то секунд. В абсолюте у меня получилось 34 место. В группе возрастной 35-44 12 место. Но относительно своих прошлых дистанций я вижу свое время. Тогда и сейчас я вижу, что прогресс есть, прогресс реальный на лицо. Меня это очень радует и воодушевляет. Баврученин признался, таких результатов всего за два года в триатлоне он смог добиться лишь благодаря собственному упорству, таланту столичного тренера Максима Гребенчука и поддержке родных. Супруга и дочь стараются быть рядом даже во время тренировок, не говоря уже о больших стартах. На старте мы чаще не присутствуем. На финише, да, буквально первые шаги до финиша стараюсь запечатлеть на кадрах и на видео, и на фото. Мужчина уверен, в триатлон его вела судьба. Да, задолго до Айронмен. В интернет-магазине в разделе розыгрыша он случайно стал обладателем тогда еще ненужных контактных педалей для шоссейного велосипеда. Андрей даже пытался их продать, но не нашлось покупателей. Сегодня они помогают преодолевать старты. Троеборье стало для Баврученина стилем жизни и лучшей возможностью испытать характер и выносливость. Когда ты плывешь, и мозг тебе кричит, все, стой, когда же это закончится, а ты дальше, дальше, дальше. Ну и потом, когда ты уже финишируешь, это вот чувство кайфа, наслаждения, что ты это смог. Ну и просто я от этого получаю удовольствие. Ближайший старт Андрея Ревякина пройдет в Бресте. 3 августа он примет участие в чемпионате республики на олимпийской дистанции. Мужчина надеется улучшить там свой личный рекорд и приблизиться к главной цели – железной дистанции. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Самая большая ягода в мире или просто вкусный десерт. Ежегодно арбузы становятся одним из самых ярких представителей летних лакомств. Уже через 2-3 недели можно готовиться к арбузному буму. Ведь август считается самым урожайным месяцем для бахчевых. Бобруйские прилавки уже вовсю ломятся от сочных плодов. Тем не менее, при покупке сладкого шара стоит помнить – арбузы далеко не безвредны. Можно нарваться на нитратную бомбу. Продавец вряд ли об этом скажет, а вот специалисты Центра гигиены в очередной раз напоминают – встречают по одежке, а покупают по сертификату качества. О чем стоит знать перед покупкой арбуза, а главное – как выбрать самый спелый и вкусный? Людмила Любимцева расскажет о ситуации на рынках. Так называемый рейд по арбузам начинается на центральном рынке. Сразу же у входа торговая точка с ярко-красными половинками бахчевых. А это грубое нарушение санитарных норм. На замечание специалиста – банальный ответ. Я только что разведу, значит, меня попросили. А кто вас попросил? Ну, женщина попросила, чтобы я ей показала. А вы знаете, что это делать нельзя? Да, я знаю, но она мне попросила, чтобы я показала. Потому что у вас нет условий не обработать вашим динамом. Я понимаю, я с вами не могу, хорошо знаю. Документы на товар у продавца отсутствуют. Женщина объясняет – они у хозяина, но его имя назвать отказывается. Специалист предупреждает – за такое нарушение можно лишиться продукции. Но всё-таки верит на слово. Идём дальше. Ещё одна точка с арбузами. Здесь реализаторы долго ищут нужные сертификаты качества и накладные. Спустя несколько минут в хаосе бумаг их всё-таки нашли. Любая пищевая продукция должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество и безопасность, а также обеспечивающие её прослеживание. То есть это товаро-транспортная, накладная и удостоверение качества и безопасности. Специалисты рекомендуют не покупать арбузы на остановках и обочинах дорог. Там продавцы не смогут предоставить документов и, соответственно, результатов лабораторного контроля. На вашем обеденном столе запросто может оказаться нитратная бомба, что нанесёт здоровью непоправимый вред. Кроме того, приобретая сезонную ягоду, важно обращать внимание на правила её хранения. Арбузы, как и любую другую пищевую продукцию, нельзя хранить на полу. Это запрещается. Также необходимо на каких-то подтоварниках, либо в ящиках. Кожура арбуза может загрязниться вместе с тем и песком, и другими какими-то веществами. Не стоит покупать и половинку арбуза. По саннормам продавцам запрещено делать надрезы в бахчевых. Ведь пока целостность кожуры не нарушена, внутри ягоды сохраняется здоровая среда. А вот с разрезом плод моментально становится скоро портящейся продукцией. Когда плод разрезают, микроорганизмы могут попасть с ножа на мякоть, где содержится фруктоза и сахароза, и тогда начинается размножение бактерий. Человек съедает кусочек арбуза, и внутрь организма попадают микробы, которые могут вызвать различные кишечные заболевания. Перед употреблением арбуза нужно помыть с мылом, высушить полотенцем и только потом разрезать. Насколько опасно употреблять в пищу половинку сочного плода, мы убедились в микробиологической лаборатории. Вот результаты эксперимента. Вот это чашка Петри, на которую был произведен посев арбуза, который вымыли. И разрезали, сделали смыть. Как вы видите, она совершенно чистая. Одна сахара и вторая. А это посев арбуза, который мы приобрели разрезанным. Вот вы видите рост микроорганизмов. Кишечная палочка, она может вызывать острые кишечные инфекции, которые сопровождаются повышением температуры, диареей, рвотой. У маленьких детей могут вызывать тяжелое состояние. Приобретайте пищевые продукты только в местах, для этого предназначенных, там, где есть возможность проконтролировать качество этой продукции, условия реализации продукции. Чтобы узнать, как выбрать качественный спелый арбуз, снова отправляемся на продуктовый рынок, уже на Красноармейскую. Встречаем Михаила Мативосяна. Он много лет торгует бахчевыми и говорит, разницы, где вырос и созрел плод, нет. Внимание нужно обращать на цвет, эстетику и красоту ягоды. Забираешь домой, режешь и покушаешь, смотришь, они сочные и сладкие, Красноармейская. Но говорят, надо стучать по нему. Ну, стучат, вот, они стучат, а что тут, они все звончивые, все хорошие там. Это не имеет значения, звонкие звуки, это все, это герой. Покупка бахчевого лакомства – это всегда немного лотерея. Тем не менее, нужно стараться выбирать ягоды средних размеров. Крупные плоды, невзирая на их заманчивый аппетитный вид, нередко выращивают с добавлением нитратов. Что касается проверки торговых объектов, они продолжатся до самой осени, ведь уже через 2-3 недели начнется арбузный бум, пока продавцы получили только предупреждение. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Увидимся в следующую субботу, как всегда, ровно в 7 вечера. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok